Всем старикам пенсию, женщинам цветы, гетям мороженое, а мужикам компьютер. Сегодня я откликаюсь на просьбу запилить обзор на Need for Speed Hot Percy 2. Только сделаю я это немного по-своему. Многие, если даже не абсолютно все прекрасно знают, что Hot Percy 2 это далеко не первая часть NFS, и уж тем более не последняя. Выпущено уже более двух десятков частей игры. И все эти части у меня как-то разделяются на отдельные эпохи. Связано это конечно с совершенствованием игровых технологий, ну и конечно же с глобальными изменениями самой игры. Так вот сегодня мне бы хотелось распечатать первую пачку серий игр Need for Speed. Мы просто возьмем и мейнстримно пронесемся по первой эпохе, заглядывая в каждую из частей. Надеюсь, что приятного просмотра, так как я еще по костам не знаю, как это все будет выглядеть. Первая игра серии была выпущена в далеком 94-м году на консоли 3DO. И тогда это был абсолютный шедевр среди гоночных игр. Контента в игре было довольно немного, но проработан он был по тем временам на очень высоком уровне. Марок автомобилей было всего 8, но при этом автомобили не были просто бездушным набором пикселей. В игру была добавлена чуть ли не энциклопедия по каждой марке. Была доступна информация о технических характеристиках автомобиля, история развития какой-либо модели, и плюс к этому красивый видеоролик про каждую тачку. Трасс для игры также было не очень много, зато в двух разновидностях. Кольцевые треки и спринтерские отрезки. И также по меркам тех лет выглядели они довольно симпатично и даже несли некоторую атмосферу той местности, по которой пролегал маршрут. И на этих треках и на этих автомобилях доступны были классические заезды, гонки на время и дуэль один на один. И при этом всем нас периодически пытались оштрафовать полицейские. Весь этот контент довольно гармонично сливался с геймплеем игры. Хоть он конечно в большей степени аркадный, езда коридорная, то есть за пределы трассы даже на полметра нельзя выехать. Зато все игралось довольно приятно, я даже вот сейчас вспомнил и сам удивился. В общем первая игра серии вышла и зашла на ура. Вторая же часть игры оказалась не такой, которую ожидали после первой, а по сути просто провал какой-то. Из недостатков. Во-первых, убрали полюбившуюся полицию. Упразднили спринтерские трассы. Управление деградировали до полной бессознательности. Автомобиль стал рулиться не передними колесами, а всем своим корпусом. Трассы и местности гонок вообще чё попало. Но конечно же были и плюсы у игры. Во-первых, это возможность использования 3D ускорителей в игре, что довольно неплохо преображало графику и производительность. А во-вторых, более богатое обилие автомобилей. В частности, благодаря нескольким экзотическим моделям, а то и прототипам. Каждая машина также имела технические характеристики, описания и видеоролик. Причём, вам видно, что над видеороликами поработали хорошо. И плюс к этому была добавлена возможность скромненькой настройки автомобилей. В последующих частях эта возможность развивалась. И в целом, у игры, конечно, были свои фанаты, даже среди моих знакомых. Но лично я в это играть не мог. А поэтому о второй части носим и закончим. Третья часть Need for Speed, а она же и первый охот порцию It. Как считают многие, должна была стать основным направлением развития серии. Ну очень уж она крутая по тем временам получилась. Вновь вернулись шарм и изящество локаций. Оживописились леса, опавшая листва, скалистый и насыщенный камнями и валунами каньон, загадочная прибрежная акватика, деревушки, городки, мостики, времена года, погода и условия. И даже фон и окружающая среда немного ожило. Особенно вот этот вот знаменитый кукурузник. И плюс к этому ко всему, границы трассы довольно значимо расширились. Стало доступно множество различных траекторий и срезаний трассы, которые в то время были нами заучены на зубок. Большинство этих сокращалок я по сей день помню. Вот правда попасть в эти замысловатые срезания в данный момент что-то, а ух, проблема, как мы раньше это делали. Особенно радовало возвращение полиции. Только вот в этот раз блюстителям порядка приходилось немного попотеть, чтобы заполучить нашу строптивую персону. Баталии могли происходить до самого конца гонки. И при этом гнев и ярость защитников правопорядка постепенно увеличивались. Ну а если вдруг мы не хотим ни от кого убегать, то падай за руль черно-белого суперкара с мигалками и сам гоняйся за хурюганами. Подобные варианты были доступны как в одиночной игре с тупорылыми ботами, так и при сплитскрине с другом взирающим в тот же экран, что и вы. Несмотря на аркадность управления и поведение автомобилей в игру, стало опять интересно играть. А какие автомобили были доступны? Астон Мартин, Корветт, несколько моделей Феррари, Форд Фелкан, любимые Ламборгини Диабло и еще бонусный автомобиль, доступный после прохождения турнира Эл Нино с завышенными до конца техническими характеристиками. В угоду улучшений настройка автомобилей стала более детальной, что позволяло, хотя не знаю, что она позволяла, в плотничных версиях мы никогда ничего не крутили, нас и так все устраивало. В общем, игра была и культом, и шедевром, а у многих даже и любимыми гонками. И наверняка те, кто гонял в ход Персиид первый в года ее издания, наверняка считают ее одной из лучших частей серии Need for Speed. Спустя год вслед за третьей частью выходит, соответственно, четвертая Need for Speed High Stakes. Фанаты предыдущей части и любители аркадных гонок данную часть вообще практически не восприняли. Ну а лично я, будучи любителем в большей степени реализма, нашел для себя позитивные стороны, которые и пытался создать разработчик. Ну как создать? Говорят, что в большей степени все пытались слезать с гран-туризма. К сожалению, а может быть и к счастью, гран-туризма того времени мне тогда увидеть не удалось. Поэтому сравнение давайте оставим в покое и перейдем к самой игре. Как заобщалось вышеупомянутыми фанатами, игра являлась не отдельной частью, каким-то аддоном третьей части. Типа есть все трассы из Hot Perseid, графика похожая, только более блеклая, все те же копы, только куда более агрессивные и так далее. А меня, знаете ли, она наоборот приколола, в особенности изменения физики. Если играть с видом не на багажник автомобиля, а уседство прям в салон, то весьма ощутимым стал крен автомобиля при повороте, а вслед за ним и сцепные свойства различных покрытий стали более ярко выраженными. И плюс к тому, автомобиль приобрел какую-то материальность. Теперь он не отскакивает от стен и ограждений, как мячик, а прям таки скребется металлом, при этом теряя скорость. В общем, физика и управление, лично для меня, оказалось довольно положительным фактором. Также в игру была добавлена и валюта, которая, естественно, приобреталась за призовые места. Валюта расходовалась на ремонт после заезда, приобретение новых автомобилей и их апгрейд, а также на оплату членских взносов перед серией заездов. Кстати, о ремонте. Была введена система повреждений. Помимо того, что автомобиль деформировался визуально, так еще и повреждения силового агрегата и шасси довольно сильно влияли на производительность. В общем, кто бы что ни говорил, но мое личное мнение о четвертой серии сериала Need for Speed весьма и весьма положительное. Пятой и заключительной частью, так сказать, первого эшелона серии игр Need for Speed стала Porsche Unleashed, посвященная сугубо автомобилям марки Porsche и приурочена к 50-летию создания концерна. Игроку предоставлялась возможность прокатиться на хреновой туче моделей Porsche, от самых старинных самоваров до подкатегории JT. Данная игра на момент 2000 года была действительно очень красивая. Я до сих пор помню свои первые впечатления, когда катишься на каком-нибудь прикольном красивом ведре по образиновому асфальту на фоне живописных пейзажей. Да и сами автомобили были прорисованы довольно детально, без излишней деформации пропорций. А в гараже вообще можно было любую машину виртуально пощупать. В карьере игры, так же как и в предыдущей части, так же присутствовала внутриигровая валюта, которую мы так же тратили на ремонт автомобиля, тюнинг и покупку новых машин марки Porsche различных эпох, тем самым отслеживая эволюцию моделей. Помимо карьеры в игре присутствовал и режим заводского тест-пилота, где наша основной задачей являлось выполнять какие-либо тестовые задания от конструкторов и менеджеров концерна на различных моделях Porsche. И в том и в другом режиме, наконец, обратно вернулся спринт из пункта А в пункт Б. И все это по красиво нарисованным сельским местностям, лесам, побережьям и городам. Безусловно, эта часть была попыткой создания реалистичного симулятора, благодаря чему было мало востребовано любителями аркады. И что бы кто ни говорил о чрезмерно сложной физике, именно такой закос под симулятор из первых пяти частей мне понравился больше всего. Но разработчики все-таки решили притормозить на этом серию Need for Speed, чтобы пойти по другому пути развития проекта, пути Underground. Ну раз уж разработчик тут решил сделать паузу, поэтому, наверное, и я тут же буду заканчивать. Спасибо за просмотр! Если ты это слышишь, значит ты досмотрел. За это еще раз спасибо! В зависимости от того, каков будет потенциал этого ролика, я решу, продолжать ли серию или нет. Так что тыкаем по знакам внимания под видео, комментируем и, судя по всему, до встречи!